Кто не читал Лесистрату, должен коротенько сказать, что Лесистрата подговорила женщин в Древней Греции не пускать мужчин домой на ночь, пока они не прекратят воевать. И на этом строится вся пьеса. Мужчины вернулись, требуют, чтобы их пропустили, у крепостной стены находится, и разговор Лесистраты с предводителем войска. Предводитель, пока вы тут беспечно верещали, мужчина он такой, молосякой, бесстыдницы, мы вас же защищали, оберегая глупый ваш покой. Лесистрата, постой, ты что-то путаешь в запале. Известно ведь любому потану на вас не нападали, вы напали, вы первыми затеяли войну. Вы гражданам защиту обещали, а получился форменный скандал, кого и от кого вы защищали. Когда на вас никто не нападал. Ах, сколько на земле людишек подлых! Такие уж настали времена, вы подлость преподносите как подвиг и просите за это ордена. Предводитель надмена, позвольте вам заметить сукаризны, и поскорее возьмите это в толк, мы выполняем долг перед отчизной. Священный перед Родиной долг, Лесистрата. Перед Родиной, конечно, неудобно. Долги, конечно, надо отдавать. Но почему она в уплату долга с вас требует кого-то убивать? И коль у вас пред ней долги такие, что даже жизнь в уплату их пустяк, то хочется спросить вас, дорогие, зачем же вы одалживались так? Коль Родина удар наносит сзади, да так, что аж в глазах потом круги, то лучше, дорогие, не влезайте вы к этой страшной Родине в долги. Ведь ваши сыновья поймут едва ли, из-за каких таких возвышенных идей, зачем и для чего вы воевали и сиротили собственных детей. Новый флаг России без кроваво-красной полосы. 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 Продолжение следует...